МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Иван Городецкий, и это удачный проект. Несмотря на то, что на улице похолодало, дачный сезон ещё не заканчивается. Не верите? Оставайтесь с нами. В сегодняшней программе вы увидите строительство элегантной беседки барбекю в баварском стиле. Также мы удивим вас рецептом популярного мясного блюда шашлыка с неожиданными ингредиентами. Поделимся полезной информацией об уникальном и лечебном растении. А любителям рукоделия подскажем новые идеи и, конечно же, техники их воплощения. Наши сегодняшние герои больше всего на свете ценят семейное счастье и умеют по-настоящему радоваться моментам, проведённым вместе. Аня и Андрей уже 10 лет женаты. Он директор фирмы по озеленению, заядлый рыбак и путешественник. Она психолог по образованию и все свои профессиональные знания с радостью применяет в воспитании двух дочерей – Дарины и Арины. Это очень помогает ей в написании диплома на тему детской психологии. Именно Аня обратилась в удачный проект, чтобы сделать ответный подарок мужу на его неожиданный сюрприз, который он преподнёс ей в прошлом году. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Аня, это мои дочки Дарина и Аришка. Я смотрю, вы сегодня чисто женской компанией. Да, дело в том, что мой муж Андрей, он не знает о том, что сегодня здесь происходит и будет происходить. То есть это будет сюрпризом для него? Это будет ответный подарок. Он мне в этом году подарил путешествие. Это было очень неожиданно. Я пообещала, что отомщу ему. И что же это будет? Мы хотим, чтобы это была для него сюрприз – беседка-барбекюшница. Дело в том, что Андрей очень любит шашлыки. Он очень вкусно их делает. И потому, я думаю, что этот сюрприз будет ему очень приятен. Андрей очень давно хотел её, но из-за отсутствия времени всё никак не доходили руки. Много работает? Да, он очень много работает и сейчас тоже в командировке. Ну что ж, хорошо, пойдёмте посмотрим, где она должна быть. Пойдёмте, я вам всё покажу. Свою дачу наши герои особенно любят. Ведь она досталась им в подарок на свадьбу от родителей. Супруги до сих пор её обустраивают, и здесь уже есть практически всё, что нужно для комфортного отдыха и зимой, и летом. Просторный двор и уютный дом. Однако любой приусадебный участок выглядит уютней, когда в нём оборудовано место для отдыха, где можно приготовить вкуснейший шашлык. Вот здесь мы хотим, чтобы была наша барбекюшница. Ну, раз хотите, значит, будет. Это я вам точно обещаю. Да, место вполне подходящее. Мы его никак не используем и недалеко от дома. Аня, расскажите, что обязательно должно быть в беседке? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы там был сам мангал. Лично для меня важна рабочая поверхность, чтобы там можно было бы готовить. Зона отдыха и зона для обеда. Может быть, у вас есть пожелания по дизайну? Если честно, я не очень разбираюсь хорошо в дизайне, но как психолог я знаю, что сочетание цветов имеет большое значение. Потому хотелось бы, чтобы цвета были тёплыми, природными. Ну, чтобы была мебель расставлена. Логично, удобно. И ещё дело в том, что, Андрей, даже летом иногда приезжает очень поздно, уже темно. Потому хотелось бы, чтобы освещение было в нескольких местах. Ну, чтобы можно было и ночью, и вечером пользоваться. Я обязательно передам ваши пожелания дизайнеру. Дизайнер Надежда Чумак оформляет самые различные по назначению помещения. От обычных квартир до салонов красоты. В стилях минимализм, модерн и американская классика она чувствует себя наиболее комфортно. Надежда, сегодня мы будем работать не в интерьере, а возводить с нуля конструкцию на свежем воздухе. У тебя уже был подобный опыт работы? Я в основном работаю в интерьере, но у меня был опыт работы с открытым пространством. Мне тогда это очень понравилось. Я думаю, что здесь у меня тоже всё получится. Опиши, какой должна быть барбекюшница? Она будет построена по принципу открытой беседки. Одна из сторон будет представлять собой кирпичную стену, где ей будет размещаться барбекю. Что же у нас будет в остальной части беседки? Здесь будет тоже очень красиво. Мы будем размещать диванчик с мягкими подушками, а также стол со стульями. А ты уже знаешь, в каком стиле будешь оформлять беседку? Да, конечно. Это будет баварский стиль. Бавария, известная на весь мир фестивалем пива, самая большая по территории земля в Германии. И до середины прошлого века была преимущественно сельской. Неудивительно, что баварский стиль вобрал в себя так много простоты и деревенского шарма. Зачастую дома в баварском стиле имеют каменный низ и деревянный верх. В своих интерьерах баварцы любят использовать яркий национальный колорит. Надя, наши строители уже готовы приступать к работе. Расскажи, пожалуйста, что нужно сделать на первом этапе? Самое основное, нам нужно сделать надежный каркас. От этого будет зависеть долговечность конструкции. Помимо бетонного основания, строители удачного проекта уже установили несущие металлические стойки. И даже приступили к каркасу кровли. Крыша – важнейшая часть беседки. Ведь ее будет видно издалека. И именно она будет задавать общее впечатление всей конструкции. Следует помнить, что в зимнее время на крышу беседки приходится определенная снеговая и ветровая нагрузка. Поэтому важно грамотно рассчитать ее уклон. Не стоит его делать слишком большим. Так как придется предусматривать специальные элементы для защиты от воздушных потоков. Надя, в беседке, как это часто бывает, особенно в душевной компании, можно засидеться допоздна. Предлагаю не тратить время на походы по магазинам, а выбрать светильники в интернет-магазине «Розетка». Согласна, это удобно. Давай посмотрим, что у них есть. Заходим в раздел «Дом и сад» и смотрим уличное освещение. Желательно что-нибудь в старинном стиле подыскать. Здесь много вариантов. Вот есть и под старину. Мне вот этот нравится. Тогда заказываем. Садово-парковые осветительные приборы можно поделить на несколько групп. Фонарные столбы, подвесы и бра. Подвесы и бра чаще используют для беседок, веранд или террас. Такое декоративное освещение призвано расставлять необходимые акценты, освещать фонтаны или бассейны, а также создать неповторимые цветовые эффекты. Хочу напомнить, что с легкой руки нашего дизайнера мы строим не просто беседку-барбекю, а целую летнюю кухню, на которой будет приготовлено огромное количество новых вкусных блюд. И с рецептом одного из них мы познакомим вас прямо сейчас. Доброе утро. Сегодня мы будем готовить сразу два шашлыка. Один шашлык будем делать из говядины и хлеба. Второй мы будем делать из сала и грибочков. Говяжий шашлык, в отличие от свиного, отличается тем, что свинина имеет свой вкус. Для свинины достаточно соли и перца и все. То говядину нужно хорошо промариновать. Вот это вот телятина. Она нежная, розовая, она будет мягкая. Но промариноваться ей нужно будет 2-3 часа. Резать нужно на небольшие кусочки. Если мы будем резать большими кусками, то у нас мясо будет снаружи гореть, внутри будет сырое. Ни в коем случае для шашлыка нельзя брать мясо, которое было хотя бы один раз заморожено. Итак, у нас есть мясо, теперь нам нужны специи. Мы берем ступку, отправляем сюда немножечко смеси всяких ароматных перцев. Не очень много. Немножечко розмарина. И так щепоточку прованских трав. Все это перетираем. Мы добавляем немножечко винного уксуса и оливковое масло. Для чего нужно оливковое масло? Когда мясо уже будет на углях, оно вначале покроется корочкой, потом начнет пропитываться внутри всеми запахами. Делаем такую балку. Теперь пришло время лука. Луковицу мы классически разрезаем колечками. Лук отдельно мариновать не нужно. Нужно присыпать немножко травками. И сбрызгиваем винным уксусом. Вообще мариновать мясо – это очень древняя такая история. Было, в общем-то, придумано не для того, чтобы просто получать удовольствие от воскресного шашлыка. Мясо хранить было негде, потому что в древнем Риме было. И не выкладывали мясо в морскую воду. Морская вода позволяла мясу сохраняться дольше. Теперь переходим к хлебу. Хлеб режем на такие же точно кусочки, немножечко тоньше, как и резали мясо. И в остатках вот этого вот маринада мы его слегка обмакиваем. Теперь остается затянуть пленкой мясо и оставить на 3-4 часа. Пока маринуется мясо, мы приготовим быстрый шашлык. Это шашлык из сала и грибов. Сало нарезаем небольшими кубиками. Может быть такое, что у сала может быть жесткая шкорка. Тогда шкорку лучше снять, потому что на углях она станет еще жестче. Теперь грибы. Грибы – обычные шампиньоны. У каждого грибочка есть вот такая вот пленочка. Шампиньоны можно есть сырыми. Добавлять салаты, делать какие-то бутерброды с ними. Теперь грибы немножко спрызгиваем оливковым маслом. Оно даст приятную очень корочку. Немножко соли. И одеваем на шампура. Кусочек сала. Гриб. Вот этот белый пепел на угле, он говорит о том, что огня не будет. То, что будет капать с нашего сала, не вызовет огонь. И шашлык не подгорит. И выкладываем шашлыки. Пока наши грибы, сало и вот этот замечательный болгарский перец доходят на жару, мы займемся нашей говядиной. Начнем мы с кусочком мяса. Будем чередовать мясо, хлеб, мясо, хлеб. Одеваем кусочек мяса. Вот так вот одеваем кусочек хлеба. Он будет замечательной ароматной греночкой. Сразу скажу, что вот эти колечки лука, они частично подгорят, но это не страшно. И выкладываем на жар. Мясо будет готовиться не меньше 20 минут. Пока шашлык готовится, для него оформим тарелку. Мы сделаем так называемую кроватку. Уложим в начале салатные листья. Кроме того, что это полезно, это красиво. У нас есть замечательные листья. Базилика. Так, здесь у нас будет помидорный остров на базилике лежать. Огурцы. Для такой тарелки не нужно резать овощи мелко. Мясо уже готово. Осталось его снять с углей. Замечательная нежная телятина с хрустящими кусочками хлеба, в специях, грибы, сало. У нас получилось самое настоящее, дачное, вкусное, свежее, с зеленью, со свежим жареным мясом и грибами блюдо. Приятного аппетита. Желаю вам всего хорошего. Сейчас строители начнут возводить стену в беседке. Наш дизайнер для этого важного этапа выбрала вот такой вот клинкерный кирпич с узорным тиснением. Все по-модному. И цвет, и узор кирпича визуально помогает нам добиться эффекта баварского стиля кладки. Этот стиль зародился в Германии еще в 17 веке. Тогда очень трудно было сделать большую партию кирпича. И немецкие мастера научились живописно смешивать материал из разных партий, создавая неповторимые комбинации. Фактурный кирпич, который выбрала наш дизайнер, придает кладке особую индивидуальность. И в то же время его пропорции имеют четкую структуру и геометрическую правильность. Важное качество клинкерного кирпича – это более высокая устойчивость к механическим повреждениям и долговечность в сравнении с альтернативными фасадными материалами. Благодаря низкопористой структуре кирпича грязь не впитывается в его поверхность и легко смывается. Достаточно будет обмыть стену струей воды из шланга, и она снова будет как новая. Вот и настал тот долгожданный момент, ради которого была придумана вся эта история с беседкой. Мы приступаем к возведению печи барбекю из кирпича. Устойчивость конструкции печи барбекю во многом зависит от правильной кладки кирпича. Для печей и каминов лучше всего использовать огнеупорный кирпич из шамотной глины. Его мы используем для внутренней части топки. С внешней же стороны печь выкладываем клинкерным кирпичом в унисон-стене. Во время кладки ровность каждого ряда необходимо проверять строительным уровнем. Многие не понимают разницы между барбекю, мангалом и грилем. Мы поможем внести ясность в этот вопрос. Мангал – это металлический прямоугольный ящик с шампурами, а вот гриль и барбекю устроены приблизительно одинаково. Главный их элемент – это решетки. Верхняя для мяса, нижняя для углей. Между собой же их разнит наличие крышки, которая есть у гриля. Поэтому в гриле можно коптить продукты, а в барбекю – нет. В следующей рубрике мы хотим затронуть тему несправедливо забытых растений. Между прочим, речь пойдет об очень вкусном и невероятно полезном овоще. Здравствуйте! Сегодня у нас в студии настоящая сенсация. Без преувеличения – растение чудо. Благодаря ему вы можете улучшить свою фигуру без диет, повысить потенцию и либидо, улучшить цвет лица. Его может вырастить даже студент. Знакомьтесь, топинамбур или земляная груша. В нем полезно все – и цветы, и листья, и стебли, а главное – клубень. Сколько раз вы проходили мимо бабушек торгующими вот этими невзрачными корешками и думали, что это совершенно ненужная ерунда. А оказывается, это очень ценное растение. Оно уникально. А сажать его очень просто. Достаточно заглубить на 5-8 сантиметров в землю клубень или даже часть его хотя бы с одной ростовой почкой. И уже за сезон он даст вам хороший урожай. Родом топинамбур из Северной Америки, где возле Великих Озер он произрастает, занимая огромные площади. А главное – в нем есть природный аналог инсулина – инулин, что делает особенно его ценным для людей, страдающих с сахарным диабетом. Сейчас мы с вами приготовим салат, который позволит вам всю зиму не болеть и повысит ваш иммунитет. Топинамбур необязательно чистить. Его достаточно помыть со щеткой. Ощущается ножом только вот эти темные места. Мы нарежем топинамбур соломкой. Всего лишь 100 грамм сырого топинамбура в день избавит вас от многих заболеваний и является отличной профилактикой при простуде. Топинамбур сочетается абсолютно с любыми овощами. Мы добавим свежий помидор и огурец. Готовить из него можно очень много блюд. Его используют в супах, гарнирах, тушат, жарят. Можно печь пироги, печенье, делать варенье и даже кофе. Наш салат готов. Остается только посолить, поперчить и добавить немного масла. Топинамбур не очень хорошо хранится в свежем виде, но его можно высушить либо заморозить. Также можно высушить цветы и листья топинамбура. Из них получается прекрасный витаминный чай. А сейчас я покажу вам, как сделать чудодейственную маску для лица. Для этого достаточно натереть корень топинамбура на мелкую терку и добавить в него несколько капель оливкового масла. Делая такую маску 2-3 раза в неделю по 20-30 минут, вы сможете очистить свою кожу от угревой сыпи и сухости. Ваша кожа станет чистой, упругой и свежей. Масло можно использовать оливковое или льняное. Чудо-маска готова. Используйте топинамбур во всех его видах как можно чаще. И будьте здоровы! Стройка кипит и основная часть работ уже позади. Настало время немножечко отвлечься от ремонта и провести время приятной компанией наших героев. Сейчас Аня с дочерьми как раз на прогулке. Проводить время вместе – самое любимое занятие для этой семьи. Анна, как настоящий психолог, знает, насколько это важно – обеспечивать детей правильным общением, делиться с ними позитивными впечатлениями, а также прививать им любовь к природе. Неудивительно, что кормление птиц – одно из самых любимых занятий Дарины и Арины. Каждые выходные они приходят сюда, чтобы повидать своих пернатых друзей. И это стало уже традицией. Нам удалось встретиться с нашими героинями в одном из ближайших кафе. Здравствуйте! Здравствуйте! Я еще в прошлый раз хотел вам сказать, у вас просто замечательные девочки. Спасибо большое, очень приятно. Но я думаю, что все дети по-своему замечательные и интересные. Но двоих-то тяжело воспитывать девочек? Нет, совершенно не тяжело. Двоих даже легче. Даинка мне помогает с Аришкой. Ну и поскольку я психолог, то, конечно, хочу дать родителям совет. Это не нужно сразу спешить воспитывать детей. Нужно немножко, возможно, их направить, присмотреться, что за личность растет рядом с ними. Бутылки! Родителям нужно не давать умные советы, а действовать так, как они хотят, чтобы их ребенок действовал в будущем. Быть этими детьми, но уже сейчас. Я обязательно прислушаюсь к вашим советам. Дарин, а папа у вас строгий? Нет, он добрый. Ты любишь делать папе подарки? Да, очень. Я жду не дождусь, когда он увидит нашу беседку. Я буду помогать ему готовить. Раз ты любишь папе помогать, значит, ты знаешь, что ему пригодится в беседке. Ну, ему нужно много рабочего места, столик какой-нибудь и место, куда он может все складывать. Какая-нибудь полка? Да, полка подойдет. Ну что ж, мне пора возвращаться к нашей стройке. Было приятно увидеться, пообщаться. Всего хорошего, до встречи. У вас на даче. Напомним, сегодня мы строим беседку в баварском стиле. На данном этапе уже завершены работы над бетонным основанием конструкции, крышей, кирпичной стеной и печью барбекю. Пришло время заняться покрытием пола. Тротуарная плитка «Старый город» от торговой марки «Авеню» прекрасно подходит для дорожек и для крытых сооружений. Из широкой цветовой палитры, которую нам предложили, мы выбрали два оттенка. Это «Прылына» и «Венгель». Мне кажется, должно получиться достаточно интересное сочетание. Помимо того, что плитка «Старый город» очень проста в укладке, она имеет еще целый ряд преимуществ. Плитка экологична. Она не подвержена влиянию резких перепадов температур, не деформируется, не выделяет вредных веществ. Выбранная нами плитка имеет толщину 6 сантиметров. Она достаточно прочна, чтобы выдержать нагрузку до 3,5 тонн и не треснуть. Это проверено. Также на высоте и дизайн брусчатки. Четыре размера плитки «Старый город», у каждой из которых скругленные углы, придают поверхности в конечном счете колорит средневековья. А экспериментируя с несколькими цветами плитки, можно добиваться самых непредсказуемых и оригинальных узоров из различных камней, что мы и сделали. А сейчас я вас приглашаю на дизайнерский мастер-класс и покажу, как воплощается в жизнь одна интересная идея. Я уверен, что дочери наших героев останутся от нее просто в восторге. Привет, друзья! Как говорится, готовь сани летом, а кормушку для птиц осенью. Ведь птицам, которые не улетают зимовать в теплые края, не так-то просто добывать себе корм. Предлагаю им в этом помочь и смастерить кормушку в необычной технике. У меня есть заранее заготовленные детали из ДВП. И сейчас мы их задекорируем в технике скраббукина. Это доступное всем хобби по составлению коллажей из различных картинок и фотографий. Обводим детали нашей будущей кормушки. И вырезаем. Это специальная бумага для скраббукинга, которую можно купить в любом магазине для декора. Предлагаю перенять мою инициативу. Представляете, если каждый из нас делает кормушку, насколько меньше будет голодных птиц? А теперь приклеиваем бумагу к деталям. Мы будем использовать клей ПВА. Знаете, если вы не занимаетесь никаким сборчеством, то скраббукинг это то, что вам нужно. Одна готова. То же самое делаем с другой деталькой. А для крыши я выбрала бумагу с принтом под дерево. Соединяем все детали с помощью клеевого пистолета. Даже великий режиссер Сергей Параджанов работал в этой технике. Он сделал множество аппликаций из фотографий, рисунков и даже битой посуды. А теперь в лучших музеях мира организовывают выставки его изделий. Крыша готова. Сделаем для нее окантовку. Кстати, в ведической философии считается, что кормление птиц помогает решить финансовые проблемы. Так как это своего рода благотворительность. Поэтому, если в вашей жизни не хватает уверенности и благополучия, просто начните кормить птиц. И вы увидите, как все наладится. А чтобы птичкам было понятно, что этот домик для них, я предлагаю сделать маленькое гнездо. Для этого нам понадобится сухая трава и несколько маленьких камушков. Практически все готово. Осталось только украсить цветами. Вот так вот легко и интересно можно заняться творчеством и сделать полезное дело. Осталось одно – наполнить кормушку едой. Уверена, для тех, кто поселится в этом домике, никакая зима не страшна. До встречи и экспериментируйте! Продолжаем работу. Напольное покрытие уже готово. И мы можем смело приступать к установке перил для нашей беседки. В первую очередь на высоте одного метра мы проложили продольную деревянную перекладину. Устанавливаем под ней деревянные подкосы крест-накрест. Крепление к столбам происходит за счет металлических уголков. Перила хоть и не влияют на прочность конструкции, но от правильной их установки во многом будет зависеть внешний вид беседки. Это также немаловажно. А вот и доставка из интернет-магазина «Розетка». Как всегда, вовремя, несмотря на то, что мы находимся за чертой города. Уверен, светильники под старину будут достаточно интересно смотреться в баварском стиле. Как оказалось, кирпичная стена стала прекрасным фоном для светильника в старинном стиле. А подвесная лампа с плетенным абажуром лишь дополнила эту композицию. Учитывая пожелания наших юных героинь относительно полок в беседке, дизайнер «Надежда» решила сделать их собственноручно. В баварском стиле часто используется добротная мебель из простейших материалов, но сделанная собственными руками. И чтобы не отступать от традиции, я предлагаю сейчас сделать подвесную этажерку на веревках для нашей беседки. Для работы нам потребуются доски, которые можно купить в любом строительном магазине. В каждой из них уже заранее просверлены отверстия. Теперь доски нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги. После чего нанести на них темно-коричневую краску. Она будет прекрасно сочетаться с клинкерным кирпичом в беседке. Для этажерки нам понадобится три дощечки. Теперь их соберем при помощи веревки. Принцип изготовления стеллажа довольно прост. Через отверстие сверху вниз пропускаются прочные веревки. Под каждым отверстием завязывается узел. И полки таким образом фиксируются на канате. Кстати, можно еще поэкспериментировать с плетеными корзинками вместо полок. Тогда у вас получится небольшой подвесной шкаф. А чтобы веревочные конструкции не смотрелись одиноко, попробуйте обмотать веревкой несколько аксессуаров. Сейчас вы могли убедиться, что изготовить этажерку для беседки совсем не сложно. Сегодня в удачном проекте мы строили беседку-барбекю в баварском стиле. Помимо самой конструкции беседки, состоящей из бетонной основы и деревянной крыши, мы выложили кирпичную стену, а также возвели печь-барбекю. На пол положили надежную плитку и установили освещение. Итак, все строительные работы уже позади. И мы можем приступать к завершающему этапу – декорированию. Для начала наполним беседку мебелью. Она должна быть высокого качества, так как большую часть времени ей придется стоять на улице. Например, диван мы выбрали торговой марки «Фолькс Мёбель». Широкая подборка обивочных материалов позволила нам остановиться на том цвете, который изначально был задуман дизайнером. Диванные подушки имеют специальное наполнение, которое обеспечит нашим героям комфортный отдых. А надежный механизм раскладки при надобности с легкостью превратит диван в кровать. Что касается практичности, то все чехлы съемные. Их без труда можно менять, и тогда вы будете наслаждаться, по сути, новым диваном. Баварский стиль предполагает мебель из простых природных материалов. Поэтому стол и стулья здесь деревянные. Немаловажное значение в данной стилистике имеет текстиль. Мы выбрали легкие шторы лимонного цвета, которые прекрасно освежают интерьер, развиваясь на ветру. Цвет штор идеально сочетается с плотной скатертью на обеденном столе, на котором прекрасно смотрится разноцветный чайный сервиз. В рабочей зоне мы разместили авторские этажерки от нашего дизайнера. И, конечно же, наполнили их красивыми и нужными в быту мелочами. С левой стороны рабочая зона, помимо декоративных мелочей, оснащена мойкой. Печь барбекю также готова к встрече со своим хозяином. Для того, чтобы приготовление шашлыков в беседке приносило одно удовольствие, мы решили позаботиться обо всех необходимых кухонных мелочах. Для этого в интернет-магазине «Розетка» заказали набор инструментов для гриля. Осталось вручить его нашим героям. А для самых юных наших героинь, которые очень любят кормить птиц, мы установили с наружной стороны беседки скворечник от нашего дизайнера Ирины Поляковской. Последние приготовления завершены. Приглашаем наших героев. Ну, как вам сюрприз от удачного проекта? Да, хороший сюрприз. Я сама это в первый раз вижу. Мне очень нравится. Классно получилось. Очень, очень классно. Главное, здесь есть печь. Я очень люблю готовить на огне. Именно ради нее все и затевалось. Андрей, посмотри, какой красивый здесь кирпич. Мне очень нравится. Благородно, стильный. Беседка была выполнена в баварском стиле. А баварский стиль подразумевает, нижняя часть каменная или кирпичная, а верхняя выполнена с помощью дерева. Особенно мне нравятся здесь шторы. Такой красивый салатовый цвет. И так сочетается с посудой, с интерьером. А вот и полка, которую я просила. Пап, тебе нравится? Очень. Сами делали. Да, это авторская работа нашего дизайнера. Дарин, я знаю, что ты любишь кормить птиц. Обожаю. Наш дизайнер сделал специально для тебя маленький сюрприз-подарок. Это скворечник. Да, я видела. Он как настоящий кукольный домик. Я очень рада. Очень классно, что здесь есть стол. Он очень красиво сервирован. И мы с удовольствием будем здесь пить чай. Хочу обратить ваше внимание на диван. Это наш вам подарок от торговой марки «Фолькс Мёбель». Двухместный диван сделан абсолютно из натуральных материалов. Он имеет ортопедический матрас, который обеспечивает равномерное распределение веса во время сна. А сидеть вам на нём будет удобно, потому что подушки и сиденья на основе латекса. Классный диван. Я действительно оценил подарок. Мне очень нравится. Хочу обратить внимание, что у вас теперь здесь есть мойка. И достаточно удобно не бегать на кухню с грязной посудой, а помыть её прямо здесь. Да, я оценила. Это очень удобно. Андрей, я хочу вам предложить как хозяину первому разжечь эту печь. Что, давай с вами это сделаем? А я подержу юное дарование, которое будет нам помогать. Огонь! Спасибо вам большое. Пожалуйста! Удачный проект. Спасибо, Аня. Мне очень нравится. Что-то мне кажется... Да, целовать. Очень красиво. Я знала, что тебе понравится. А я хочу поблагодарить удачный проект за то, что вы подарили такой праздник для нашей семьи. И думаю, что всегда, когда мы будем сидеть здесь, за этим столом, мы будем с благодарностью вспоминать вас. Спасибо вам огромное за тёплые слова. И вам спасибо. За удачный проект. Общение с крепкой, дружной семьёй – это всегда прекрасное настроение. Я очень рад, что мы взамен подарили им прекрасные эмоции. Пишите нам, и мы с удовольствием принесём тепло и уют в ваш дом. До скорой встречи. Пока.